Доводилось ли вам когда-нибудь видеть трехцветный хлеб? Если нет, тогда вооружайтесь блокнотами, ручками и экспериментируйте. Необычный рецепт приготовления сдобного трехцветного пасхального хлеба во славу отца, сына и святого духа представила брестским хозяйкам хлебопёк-блогер Тамара Башко. На самом деле белорусский хлеб – это один из самых сложных рецептур, из самых вкусных в мире. И нам есть чем гордиться, и очень хочется, чтобы о нашей стране, о нашем хлебе опять все знали. В составе такого необычного хлеба привычны для каждой хозяйки ингредиенты – пшеничная мука, дрожжи, соль, растительное масло, а также натуральные добавки для придания цвета – тыква, паприка, шпинат. Одним словом, и вкусно, и полезно. Сегодня, когда многие следят за здоровым образом жизни и питанием, все больше мы возвращаемся к домашней выпечке. Готовить ее лучше без дрожжей, уверена Тамара Башко, и добавляет. Ведь знали наши предки толк в полезной кухне. На самом деле, чтобы приготовить хлеб на закваске без дрожжей, нужно около суток. 12 часов готовится опара, и потом 7 часов от момента замеса теста до выпечки. Поэтому очень хочется, чтобы люди этим занимались, как правило, этим занимаются дома. И вот технология, технология она не простая, но очень интересная. И кроме того, это еще и душевный релакс. То есть, чтобы снять стресс, вместите хлеб, вместите тесто. Всегда есть чему поучиться, и опять же, мы тут проходим все технологические процессы, поэтому ни в интернете, ни в каких-то книжках их не найдешь. Это именно те кишечки от каждого мастера, которые важно понять, прощупать, услышать, потрогать, посмотреть. То есть, я за живые мастер-классы. Конечно же, не оставили хозяйки без внимания и традиционную выпечку – куличи. Тамара Башко поделилась своими секретами приготовления самых пышных и нарядных пасхальных угощений, а также продемонстрировала полный процесс их производства. Вдохновившись этими незамысловатыми, но такими интересными блюдами, каждая хозяйка сможет приятно порадовать и даже удивить близких и родных.